Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ Репетиторской империи. И вот в условиях карантина или самоизоляции приходится буквально в боевых условиях для вас записывать этот ролик. Кто бы мог подумать, что 2020 год, который не предвещал никаких изменений, вызовет столько всяких различных перемен, которые буквально день за днем сменяют друг друга. Поэтому в этом ролике мы с тобой рассмотрим основные новости, которые происходят на фоне ЕГЭ, отделим, так скажем, мух от котлет и разберем только факты. Поехали! В этом году ЕГЭ впервые, вообще, наверное, за всю историю его проявления, перенесли на 14 дней. И теперь, помимо того, что была отменена досрочная волна в ЕГЭ, в рамках которой я должен был принимать участие, основная волна пройдет с 8 июня. То есть впервые, наверное, за всю историю в мае у нас не предвидится экзаменов. Мое мнение по этой ситуации, учитывая сложившуюся обстановку и ситуацию с ОГЭ, где еще больше нововведений и изменений, что ЕГЭ все-таки сдвинут. Возможно, его сдвинут на июль, но рассматривается вариант того, что ЕГЭ будет сдвинут даже на август. Поэтому вот в такое непростое время живем, господа. Конечно, любые изменения — это стресс. И мы не готовы к изменениям, это все сказывается на нашей подготовке. Но все-таки перенос срока — это отличная возможность для тех, кто откладывал свою возможность, кому не хватало времени пройти какие-то темы. И, конечно, это сопряжено с определенным стрессом, с волнением, потому что всегда, когда что-то идет не так, это вызывает переживания. Но все-таки это возможность побольше времени уделить сложным темам, разобрать максимально сложные задания, порешать вторую часть, что можно считать положительной стороной. Еще одно решение, которое просто повергло в шок и ужас сотни тысяч школьников по всей нашей стране в условиях и без того непростой обстановки — это решение министра просвещения Сергея Кравцова, который предложил что-то абсолютно радикальное. Это приравнять выход в финал Всероссийской Олимпиады школьников к призерству. Как вы понимаете, серьезным последствием этого решения может быть уменьшение количества бюджетных мест, которые возможно занять по ЕГЭ, потому что если эти места будут заняты олимпиадниками, соответственно, количество бюджетных мест вряд ли увеличится. У тех, кто поступает на ЕГЭ, шансы несколько снижаются. Но не все так плохо, потому что здесь важно следить за цифрами. Если мы посмотрим с вами на цифры, то увидим, что количество людей, которые подпадают под эти льготы, их около тысячи человек, что в принципе не так уж и существенно. Плюс не все из них будут поступать в Санкт-Петербург и в Москву. Кроме того, министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что это решение с ними не обсуждалось. Что, как вы понимаете, дает надежду на то, что решение будет пересмотрено. Тем более, что сейчас по интернету активно разлетаются петиции и различные челленджи, флешмобы с призывом не допустить этой ситуации. И учитывая то, что Министерство науки и высшего образования, которое и занимается приемом абитуриентов в высшие учебные заведения, сказала, что эта инициатива с ними не обсуждалась, шанс того, что решение будет пересмотрено, он сохраняется. Поэтому будем вместе следить за развитием событий. Еще один вопрос, который просто волнует каждого школьника. И наверняка, когда ты уже практически засыпаешь, тебе нет-нет, да и придет в голову мысль, а вырастет ли средний балл ЕГЭ. И мой прогноз, что средний балл несколько повысится. Во-первых, это связано с решением Кравцова. Даже если оно будет фундаментальным образом пересмотрено, все равно какие-то льготы для олимпиадников сохранятся. Во-вторых, в условиях дистанционного обучения, когда большинство ребят имеют возможность лучше подготовиться к экзамену, я это вижу в том числе и по своим проектам, вижу большую активность, большее число заинтересованных ребят, это повышает все-таки средний балл. То есть, во-первых, у ребят больше времени, больше возможностей, больше ресурсов и больше крутых проектов, которые позволяют им повысить средний балл. Например, таковым проектом является мегазабег, где всего за 6 дней прямо перед экзаменом я лично с тобой разберу самые сложные и самые провальные задания второй части, которые с высокой долей вероятности могут встретиться тебе на ЕГЭ. Я не просто буду давать тебе теорию, я научу тебя применять теорию на практике. Если ты хочешь за руку вместе со мной подготовиться ко второй части и, соответственно, к первой части, то обязательно прямо сейчас поставь это видео на паузу, перейди по ссылке в описании и напиши кодовое слово ВИРУС, для того, чтобы я скинул тебе условия и описание проекта. И еще один слов, который активно муссируется среди школьников, это могут ли отменить ЕГЭ, или сделать его дистанционным, или же поступать по аттестатам, чего, конечно, никому не хочется, потому что в противном случае как же можно разделить ребят, среди которых буквально десятки тысяч человек со средним баллом 5-0. Причем, как вы знаете, аттестат в одной школе совершенно не равен аттестату в другой школе. Мое личное мнение, что ЕГЭ никто не отменит, и поступления по аттестатам, конечно же, не будет, потому что это просто убьет вообще всю систему, во-первых, единой оценки, и, во-вторых, всю систему поступления. Поэтому я уверен, что наше государство приложит все усилия для того, чтобы каждый школьник, неважно где он находится, из любого уголка России, получил шанс принять участие в единой и независимой, объективной проверке знаний в едином государственном экзамене. И последний вопрос, который я оставил на сладенькое, вы его тоже мне активно задаете. А правда ли, что в связи с тем, что фактически у школьников не было полноценной третьей и четвертой четверти, а ЕГЭ сделают несколько попроще? И абсолютно однозначный, что редкость в наше время, ответ на этот вопрос дала Татьяна Евгеньевна Лескова. И это же подтвердил Сергей Кравцов. Все варианты ЕГЭ были разработаны еще задолго до коронавируса. То есть они уже разработаны, собраны и лежат, ждут своего часа. Поэтому никто делать ЕГЭ проще или делать ЕГЭ сложнее, или подстраивать его под определенные события, например, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, не будет. ЕГЭ останется таким же, какой он изначально был задуман. Поэтому, друзья, не поддавайтесь панике, не поддавайтесь слухам, смотрите канал Виктора Медведева и помните, что мы готовим на результат.